здравствуйте в этом видео я хочу показать как заменить литиевый аккумулятор любом устройстве вот есть такие старые наушники я покупал их лет пять назад наверное у них порт micro usb и они старенькие раньше они играли часов 10 сейчас они играют примерно полчаса емкость аккумулятора у них очень маленькая емкость аккумулятора по зарядке по моему всего 50 или 100 миллиампер час аккумулятор нужно менять потому что время работы сильно упала что делать нужно разобрать наушники во первых так как кнопки находятся здесь на правой чашке то скорее всего нужно разбирать левую чашку разбираются они очень просто стягивается вот это вот подушка их я уже менял заказал на алике и откручивается 432 винта смотря сколько у вас там винтов конструкцию всех наушников разная так все винты я уже открутил вот остался один снимаю чашку наушника и здесь виден аккумулятор с такой от прижимной пластиной так вот добрались до аккумулятора и аккумулятор иногда он приклеен на двусторонний скотч вот аккумулятор я отклеил здесь есть какие-то цифры обозначения вот и что с этим всем делать я подумал что можно поставить аккумулятор большим размером чтоб наушники работали дольше и какой аккумулятор можно сюда подобрать для того чтобы подобрать аккумулятор нужно измерить свободное место внутри наушников то есть измерить свободное место здесь ширину длину аккумулятора и прикинуть какая толщина дело в том что маркировка на аккумуляторе вот эти вот цифры они обозначают ширину длину и толщину то есть вот здесь написано 50 на 20 на 35 то есть 50 это толщина аккумулятора 5 миллиметров допустим я покажу так 5 и 8 ну это аккумулятор уже распух от времени он уже немножко беременный так толщина должна быть 20 ширина точнее ширина 19 2 и длина заявлено 35 написано но немножко больше 36 то есть нужно определить какой прямоугольник сюда войдет в это место и в этот прямоугольник вписать какой-то аккумулятор я подумал что эта стойка здесь лишняя можно ее отрезать и это место занять аккумулятором поставить аккумулятор больше большего размера и соответственно большей емкости и тоже я измерял длину и ширину и для точного измерения вырезал квадратик из бумаги потому что здесь поверхность неровная и поэтому квадратику прикинул какой аккумулятор подойдет толщина аккумулятор здесь 5 миллиметров но так как я измерил она уже 6 значит сюда войдет аккумуляция толщиной 6 и здесь ширина аккумулятора 20 но если я срежу эту стойку то входит аккумулятор шириной 40 вот и по этим параметрам я подобрал такой аккумулятор то есть у вас будет три параметра толщина ширина и длина аккумулятора и по этим параметрам нужно подобрать аккумулятор который вам подходит можно подобрать прямо по таким цифрам то есть на озоне на wildberries на алиэкспрессе ввести аккумулятор 50 20 35 вот эти вот цифры и вам что-то найдется или же можно подбирать по параметрам по большим то есть я подбирал толщину 6 потому что у этого аккумулятора бы на была толщина реальная 630 это ширина аккумулятора с учетом стойки я думаю он туда войдет и длина его 40 вот и длина аккумулятора 40 ну и чем больше аккумулятор тем больше емкость здесь написано емкость 600 миллиампер в час и я измерил на реально около 620 то есть удаляю стойку меняются двухсторонний скотч припаиваю ну и надеюсь что этот аккумулятор сюда встанет ну вот я приклеил и припаял аккумулятор пробую как встает динамик на место так отверстия совпали все он закрывается ничего не мешает аккумулятор не выпирает можно здесь это здесь была кнопка включения проверить включается ли само устройство то кнопка включения на этой же чашки вот включая загорается синяя все работает то есть если вам нужно поменять аккумулятор вашем устройстве вы можете его разобрать и либо ввести в интернет эти вот цифры найти точно такой же аккумулятор с такой же маркировкой и соответственно с таким же размером и емкостью или вы можете измерить сколько у вас емкости сколько у вас есть размера устройстве ширина длина и глубина и подобрать аккумулятор большего размера или меньшего по этим параметрам первый параметр это толщина второй это ширина и третий это длина все меняйте аккумулятор ставите плата защиты обычно с ними уже есть и у вас все работает если есть вопросы буду рад ответить в комментариях если видео было полезно под видео можно поставить лайк или поделиться этим видео с вами как всегда был радиогубитель до свидания до следующих видео